Турецкий язык. Урок номер 25. Повелительное наклонение. Эмир Кипи. Сегодня мы рассмотрим повелительное наклонение в турецком языке. Повелительное наклонение выражает волеизъявление, приказ, просьбу или совет. Повелительное наклонение не используется для первого лица единственного и множественного числа. Я не могу сам себе приказывать, и мы тоже сами себе не можем приказывать. Форма повелительного наклонения для второго лица единственного числа состоит из корня глагола. Рассмотрим на примере глагола ЯП-МАК. Переводится как ДЕЛАТЬ. Мы откидываем аффикс неопределенной формы глагола МАК-МЕК и остается только корень. Для третьего лица единственного числа к корню глагола мы добавляем аффикс, который имеет четыре варианта по гармонии гласных. Из глагола ЯП-МАК у нас получается ЯП-СЫН. О, ЯП-СЫН. Пусть он или она делает. ЯП-МАК, ЯП-СЫН. Во втором лице множественного числа к корню глагола добавляем аффикс ИН-ИН-УН-ЮН или полный вариант ИН-ИС, ИН-ИС, УН-УЗ или УН-ЮС. Получаем ЯП-Н или ЯП-Н-ИС. И то, и то переводится как ДЕЛАЙТЕ. ЯП-Н, ЯП-Н-ИС. Вы ДЕЛАЙТЕ. Различие в этих двух вариантах такое. ЯП-Н мы говорим, когда общаемся с человеком на ВЫ или говорим в группе людей, с которыми у нас близкие отношения. Если у нас с человеком или с группой людей не очень близкие отношения, а больше официальные, то нужно использовать аффикс ИН-ИС и получаем ЯП-Н-ИС. Также полный вариант используется во всех служебных инструкциях и в официальной переписке. Для третьего лица множественного числа к аффиксу третьего лица единственного числа СЫН, СИН, СУН и СЮН добавляется аффикс множественного лица ЛАР-ЛЕР. И получаем аффикс СЫН-ЛАР, СИН-ЛЕР, СУН-НУР или СЮН-ЛЕР. ЯП-СЫН-ЛАР. Пусть они делают. Теперь посмотрим, как у нас образуется отрицательная форма. Отрицательная форма образуется при помощи аффиксов МА и МЕ, которые присоединяются к корню глагола. Здесь главное нужно знать, что отрицательный аффикс всегда безударный. Для второго лица единственного числа берем глагол ЯП-МАК, а в отрицательной форме ЯП-МА-МАК, так как у нас есть корень глагола, и мы добавляем просто отрицательную частицу МА, получаем ЯП-МА. Вот здесь смотрите. Очень важно, что мы должны делать ударение не на отрицательную частицу МА, а на корень. ЯП-МА. Не делай будет переводиться. Если же мы здесь по ошибке ударение поставим на частицу МА, получится ЯП-МА, что будет переводиться как искусственно сделанный, то есть имеет совсем другой смысл. Поэтому не забываем и ставим ударение на корень ЯП-МА. Для третьего лица единственного числа у нас там был корень глагола плюс аффикс СИН-СИН-СУН-СЮН, и после корня глагола ставим отрицательный аффикс или отрицательную частицу МА-МЕ и получаем ЯП-МА-СЫН. Для второго лица множественное число. У нас после корня глагола идет аффикс ИН-С и НИС, УНУ-С и УНЮ-С. После корня мы ставим отрицательный аффикс МА, получаем ЯП-МА-ИН или ЯП-МА-ИН-С. Здесь у нас еще есть соединительная частица Е, буковка, да, потому что между двумя гласными в турецком языке обязательно ставится соединительная частица. Здесь у нас это соединительная частица Е. И получаем yap main, yap main is. И для третьего лица множественного числа мы получаем yapmasenlar. Будет переводиться, пусть они не делают. Еще раз пройдемся по всем лицам. Yapma, yapmasen, yapmain, yapmainis и yapmasenlar. Теперь давайте для того, чтобы закрепить материал, рассмотрим примеры для каждого лица. Для второго лица единственного числа. Мы здесь берем корень глагола. Пример. Тахтаи, силь, вытри доску. Глагол у нас сильмяк, вытирать. Берем только корень сильмяк, и получаем тахтаи, силь, вытри доску. Пенджереи, ач. Ачмак. Открывать. Берем корень ач, и получаем пенджереи, ач. Открой окно. Дерсте конушма. Конушмак. Глагол переводится разговаривать. Берем корень конуш. Но здесь мы используем в отрицательной форме, добавляем отрицательную частицу ма, и получаем конушма. Не разговаривай. Дерсте конушма. Не разговаривай на уроке. Бана анахтар верь. Вермек давать. Оставляем корень верь. Бана анахтар верь. Дай мне ключ. Букалем лери ал. Алмак брать. Берем корень ал, и получаем букалем лери ал. Бери эти ручки. Теперь посмотрим примеры для третьего лица, единственного числа. Мы здесь берем корень глагола и аффикс сын, син, сун и сун. Соук, су, ичмесин. Ичмек. Это у нас глагол пить. Оставляем корень ич, плюс, здесь у нас отрицательная частица ме, и аффикс син, получаем ичмесин. Соук, су, ичмесин. Пусть не пьет холодную воду. Пусть не пьет холодную воду. Соук, су, ичмесин. О, бени, беклесин. Беклемек. Ждать. Оставляем корень бекле, плюс аффикс син, обени, беклесин. Пусть он меня ждет. Сёйле она, узюльмесин. Узюльмек. У нас глагол расстраиваться. Оставляем корень узюль, плюс отрицательная частица ме, и аффикс син, здесь у нас в отрицательной форме. Получаем, узюльмесин, пусть не расстраивается. Сёйле она, узюльмесин, скажи ей, пусть не расстраивается. Людфен, бана ярдымет син. Этмек, делать. Здесь у нас глагол, который состоит из двух слов. Ярдым, этмек, помогать. Оставляем корень эт и аффикс син. Син, получаем, людфен, бана ярдымет син. Пожалуйста, пусть мне поможет. Людфен, бана ярдымет син. Ещё для третьего лица единственного числа эта форма используется в устойчивых выражениях. Например, такие как афет олсун. На самом деле, приятного аппетита. То есть здесь не нужно переводить, потому что дословно, если вы будете переводить, будет получаться что-то непонятное. Если дословно переводить, это будет означать, пусть будет здоровье. Ну, у нас, например, когда кушают, говорят спасибо, мы по-русски говорим на здоровье. Турки тоже говорят афет олсун. Также перед тем, как перед едой, когда садятся за стол, тоже говорят афет олсун. То есть если это переводить на русский язык, это будет значить и как приятного аппетита, и как на здоровье. Или есть такое устойчивое выражение колайгельсин. Как вы видите, здесь олсун, гельсин, это всё повелительное наклонение для третьего лица единственного числа используется. Но, например, колайгельсин будет переводиться как удача или бог в помощь. Это обычно говорится, когда люди заняты каким-то делом или какой-то работой. Человек делает какую-то работу, и я ему говорю колайгельсин, это как бы удача тебе или бог в помощь в твоей работе. Переводится на самом деле дословно, пусть придёт легко. Это что, как бы непонятное значение. Ну, а вот эта фраза используется в таких случаях, когда человек выполняет какое-то дело. Человек может готовиться к экзаменам, занимается, готовится к этому, да, и ты тоже ему говоришь колайгельсин, как бы помощь тебе в твоем занятии, экзаменам, да. На русский можно перевести как вот бог в помощь или удача. Ещё есть такое выражение «Аллах баушла сын», что перевести на русский можно как «бог благословит» или «храни Господь», но на самом деле это говорят, когда рождается ребёнок. Вот ребёнок родился у человека и говорит «Аллах баушла сын», пусть Бог благословит. У нас такого похожего, я не знаю, что говорят, у нас такого не говорят, но вот есть такое выражение, оно тоже «баушла сын» получается от глагола «баушла мак», или есть такое выражение как «хайр лолсун», которое может переводиться как «поздравляю». Это говорится, когда человек, например, что-то купил, квартиру, машину, что-то случилось хорошее в его жизни, какой-то случай. И вот тогда говорят как «хайр лолсун», что будет переводиться как «пусть будет благим». Вот купил человек машину, пусть будет благим как бы для вас. Хайр лолсун. Ну а так, если перевести как «поздравляю» можно. Теперь посмотрим примеры для второго лица множественных числа. Здесь мы берем корень глагола плюс аффиксы «ын», «ин», «ун», «юн» или «ыныс», «инис», «уныс», «уныс». Например, «бурда», «сигара», «ичмейн». Глагол у нас «ичмек». «Ичмек» на самом деле «пить», но когда мы говорим вместе с сигаретой «сигара», «ичмек», это будет переводиться как «курить». Поэтому мы берем корень «ич», добавляем отрицательную частицу «ме» плюс аффикс «ин» и соединительная частица «е», получаем «ичмейн». Здесь «не курите», «бурда», «сигара», «ичмейн». «Одэ венези», «япын», «делайте ваше домашнее задание». «Япмак», глагол «делать». Берем корень «яп» плюс аффикс «ын», получаем «япын». «Одэ венези», «ваше домашнее задание», «япын», «делайте». «Одэ венези», «япын». Или «пататеси кызартыныс», «обжарьте картофель». «Кызартмак» — это «жарить». Берем корень «кызарт» плюс аффикс «ыныс», получаем «пататеси кызартыныс», «обжарьте картофель». На самом деле в турецком языке нет разницы между «зажарьте», «обжарьте», «пожарьте», «прожарьте». Это все будет одинаковое слово «кызартмак», но в русском языке можно из одного слова турецкого сделать несколько русских слов. И здесь вот надо вам еще запомнить, два таких есть глагола как «демек», что переводится как «означать» и «говорить», «сказать». И слово «емек», что переводится как «кушать». Корень у этих двух глаголов «д» и «е». И когда мы используем эти глаголы для второго лица множественного числа, при соединении корня глаголу к аффиксу «ин» или «инис», «букавка «э» в корне слова превращается в буковку «и». Например, «бирщей денис», «скажите что-нибудь». То есть по идее у нас должно быть «дейнис», но здесь буковка «э» переходит в буковку «и» и получаем «бирщей денис», «скажите что-нибудь». И точно так же «кушать», «емек» и «инис». Мы говорим не «е» и «инис», а у нас буковка «э» переходит в буковку «и» и получаем «емек» и «инис». «Кушайте еду». Это вот два глагола, которые вам нужно просто запомнить, только на них распространяется такое правило. Также во втором лице множественного числа при соединении аффикса «ыныс», «инис», «унус» и «унус» В некоторых глаголах буковка «т» озвончается на буковку «д». Это как бы не новое правило, но на всякий случай мы здесь его повторим. Например, глагол «сеиретмек» получаем «сеиреденис», то есть у нас буковка «т» перешла в буковку «д», озвончение произошло. Или «гитмек» – «гиденис», «этмек» – «эденис», «татмак» – «тадыныс», «хисетмек» – «хиседенис», «кешветмек» – «кешведенис». Ну, это вот такой небольшой нюанс, который нужно и помнить, и знать, и не забывать. И посмотрим примеры для третьего лица множественного числа. Здесь у нас корень глагола плюс аффиксы «сынлар», «синлер», «сунлар» и «сюнлер». Например, «ярын чалыш сынлар», «чалышмак» – глагол у нас «работать». Берем оттуда корень «чалыш», добавляем аффикс «сынлар», получаем «ярын чалыш сынлар», «пусть завтра работают». Или следующий «йола диккат этсинлер», глагол у нас «диккат этмек» – «быть внимательными», «обращать внимание». Корню глагола «эт» добавляем аффикс «синлер», получаем «йола диккат этсинлер», «пусть будут внимательны на дороге». «Сабах эркен калсынлар», «пусть проснутся утром рано», «калкмак» – глагол «вставать», «просыпаться», «калк» – берем корень слова, плюс добавляем аффикс «сынлар» и получаем «калсынлар», «сабах эркен калсынлар», «пусть проснутся утром рано». Для того, чтобы спросить вопрос, вопросительная форма глаголов у нас образуется при помощи вопросительной частицы «мы», «ми», «мо», «мю», и вопросительная форма в повелительном наклонении бывает только для третьего лица единственного и множественного числа. Например, несколько примеров «соуксу ичмесинми» – «пусть не пьет холодную воду», то есть мы просто к «ичмесин» добавили еще вопросительную частицу «ми» и получаем «соуксу ичмесинми» – «пусть не пьет холодную воду». Или, например, «обени беклесинми» – «пусть он меня ждет», «обени беклесинми», «ярын чалышсынлармы» – «пусть завтра работают», «ярын чалышсынлармы». Или «собах эркен калксынлармы» – «пусть проснутся утром рано», «пусть просыпаются утром рано». «Собах эркен калксынлармы» – «здесь ничего нет нового», поэтому, я думаю, здесь все просто. На этом этот небольшой урок закончен. Спасибо за внимание. До следующих встреч.